Всем привет, с вами Роман Раскольников, я играю в углу под названием Project Hospital. Проходить я буду сегодня испытание номер 2. Испытайте свои навыки управления отделением общей хирургии. В общем-то мне придется управлять общей хирургией отделением общей хирургии. Кстати, тут у нас 3 этажа или 2 этажа. Посмотрим, что для меня подготовило данное испытание. Если опять 10 дней, 90% пациентов выполняют, это вообще скучно. Комната отдыха без кофемашины? Вы серьезно? Понятно, в кофе... То есть в комнате отдыха должна быть кофемашина. Так, привет, босс. И давай пожаловать в наш сценарий испытания. Ваша задача, просто, вылечить 90% ваших пациентов каждый день в течение 10 дней, ежедневно. Количество пациентов повышается на 5, а в скорой помощи на 1. Не справитесь хотя бы в 1 день, и испытание окончено. Ваш успех проверяется в полную ночь. Счастливо. Блин, вот с этим сложновато будет. 3 скорой... ой, 5 скорых помощи. Ладно, давайте кое-что я хочу сделать, кое-что. Блин. Ну ладно. Так, это у нас, кстати, что? А, ну в принципе, я так эксперимент хотел провести. Ладно. Пускай будет B1. Так, ясно. Смотрим, что у нас тут имеется. Йоу, моё, сколько здесь всего? Третий этаж. Второй. Первый. Да, много всего. Так, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Линь. У меня есть идея, конечно. К нам привозят скорая помощь, да, машины? Раз я сохранение сделал, можно попробовать удалить скорую помощь и посмотреть. Возможно, меньше проблем будет, потому что ранее в прошлый раз у меня не было скорой помощи, поэтому... Я, как бы, и с легкостью прошел данное испытание. Ладно, здесь у нас... Ну, ладно, пускай ночью улитка работает. Ой, блин, надо было у другого. Ладно. Берем... Хорошего. Так, сову берем на ночную смену. Так, сюда сову тоже в ночную смену берем. Так, жаворонка в дневную. Сову в ночную. Так, улиток я в первую смену брать не буду. Пускай во вторую смену работает. Там ссора на... Все, кто-то те... Кого мы не успели принять. Днем. Так, сова. Блин. Ну ладно, да, пускай ты и будешь. Борщики нужны. Ладно, давайте одного борщика возьмем днем и одного ночью. Так. Блин, тут у нас врачи. Операционная эта у нас есть. Операционной здесь у нас нет. Так. Надо больше уборщиков взять. Так, медсестры. Медсестр тоже надо побольше взять. Потому что у нас... Очень много пациентов будет в конце. А я так понял, то что вот все пациенты, которые ожидают вот это вот... Там, например, какую-нибудь операцию или просто в палату из палаты надо в другую палату перевести, в другое отделение. И этим занимаются как раз таки медсестры. Врачей надо тоже побольше взять. Анестезиолог. Пускай так будет. Кстати, это случайно не Линда Уокер. А нет, это Джейн Адамс. Так, ну и на ночную смену еще одного хирурга возьмем. Все, отлично. Так, смотрим, что у нас на втором этаже. Блин, у нас радиология кабинета. Круглосуточно должны работать. Так, МРТ тоже должен у нас хорошо работать днем. Да и ночью тоже неплохо. Нет, ночью пускай... Кто-нибудь похуже работает. Нам нужно, чтобы у нас кабинеты хорошо работали днем и не очень хорошо ночью. Так. Жаворонок, отлично, будешь днем работать. Так, ладно, ты будешь ночью работать. Так, этот кабинет такой же, как и этот. Ладно, ночью у нас меньше посетителей. Так, МРТ. Ну, МРТ пускай пока что... Один стоит, что ли? Нет, ладно, пускай два. Работаю днем и один ночью. Вот ты будешь работать. Так, следующее отделение. Лаборатории различные. Лаборатории у меня... Днем пока что нормально. Я думаю, они будут справляться. Так, на ночную смену берем. В разные лаборатории людей. Так. А, вот еще лаборатория есть. Отлично. Тебе тоже берем на ночную смену. Вот, Трогатоголик пускай работает на ночной смене. Так, кстати, мне нужна регистратура. Вот у нас регистратура. Она, скорее всего, у нас относится к неотложной помощи. Так, хорошо, ночью у нас... Так, да, я понял, я всех нанял. Так, дальше. Стационар. Вот с этим у меня будет немного... Будут немного проблемы. Потому что здесь стационаре у меня могут помереть люди. А это значит... Плохо скажется на статистике. Так, надо медсестр больше взять. Так, как раз я на ночную смену их беру. Так, ладно, частюля. Это же частюля, да? Да, это частюля. Частюля нам нужны. А вот грязнули нежелательно брать на работу. Но если выбор невелик, то придется и грязнули взять. Так, медсестр побольше, а вот врачей можно поменьше взять. Но сорвано. Так, не понял. Ясно. Кого-то придется уволить. Хм, ладно. Операционных медсестр нет. Ладно, так уж и быть. Так, двух... Думаю, двух врачей пока что достаточно. Уборщиков надо нанять. Побольше. Так, жаворонок, это плохо. Вот ты будешь у нас ночью работать. Так. Скорее всего, мне придется избавиться от скорой помощи, от машин. Чтобы они хотя бы меня тяжелобольных не привозили. В таком случае мне будет легче продержаться. Так, ну и конечно же отделение общей хирургии. Другие отделения я строить не буду. Потому что, если я построю другие отделения, то мне это создаст еще больше проблем. Так, ладно, пока меня это все устраивает. Только вот эта митистера почему днем. Три митистера, ночью всего лишь одна. Давайте еще одну митистеру возьмем. Так, сюда я тоже беру сову. Так. Давайте его возьмем. Они у нас грязнули, но он будет ночью работать. Так. А это кто у нас? Тоже неплохой врач, кстати. Трудяга. Так, а начну с... Так, смену я возьму, наверное, вот ее. И вот его. Так. Медсестры и врачи. Так, давайте я медсестр возьму. Побольше надо медсестры взять. Так, она у нас сова, так что давайте на ночную смену медсестру возьмем. Так. Трудягу. Или как его там трудоголика мы возьмем на дневную смену. Так, и побольше надо взять. Медсостер. Так, вот ты у нас будешь медбратом. Улитки нам не нужны. Так, беру тебя. Медсестры. Так, ну и врачей надо побольше так думать взять. Так. Во-первых, хирург нам нужен. Хороший. Вот ты у нас хороший хирург. Патегеймер. Так. Хирурги нам нужны. Ну, давай ты будешь хирургом. На ночной смене. Так. Анестезиологи нужны. Ты у нас в дневной смене будешь. В ночной смене у нас будет. Вот он, пускай. Так, ну и в принципе, думаю, все. Я вроде все совсем разобрался. Так, надо сохраниться на всякий случай. Буду действовать сразу. Сначала я не буду машину удалять. Потом, если я не справлюсь, провалю задачу. Я удалю машину скорой помощи. Все пять. Чтобы меньше проблем создавали. И опять-таки попробую пройти заново. Так. Б1. Так, она была уже, кстати. Б1-1. Жаль то, что удалять сохранение. Нельзя. Когда ты играешь в игру, можно только в главном меню удалять сохранение. Ладно. Поехали. Сначала 36 пациентов у нас будет. Думаю, я с этим справлюсь. Самое главное, чтобы скорую помощь, блин, много больных тяжело не привозило. Пока что мы справляемся. Ну, потому что начали так играть. Уже есть тяжело больные, вон. Тестра пришла забрать кого-то. На носилках. На носилке. А как их называют-то эти? Коляски-то. Сейчас, сейчас посмотрим. Сложный диагноз, блин. С тобой все сложно. А что сложного-то? Пронхит. Смотри, просто делаем все, что есть. Все возможные. Хотя, это не очень хорошо так делать. Ну ладно. Сейчас он все это обследование пройдет, и ты поставишь ему правильный диагноз. Наверное. Я еще за ним послежу. Ну, хотя бы он своим ходом ходит. Это хорошо. Да, он, короче, тут сидит, ждет очереди. Вот, пошел. Обследование пошел делать. Теперь здесь сидит, ждет. Ну да, ему прям очень много обследований придется пройти. Он, скорее всего, сбежит раньше, чем пройдет все обследования. Если ему везде надо в очереди постоять. Чтобы все обследования пройти, блин, это... Для него это очень жестко будет. Отлично. У тебя бронхит. Бронхит. Вот, ничего сложного нет. Вот так вот диагнозы мы и ставим, дружище. Вот те лечения. И тебе сейчас в стационар придут. Нет, он домой пошел. Отлично. Ну ладно. Тут почти все то же самое же будет, как и в предыдущем испытании. Только тут у нас еще есть операционная и скорую помощь будет машину привозить. Там, в принципе, я мог тоже машину поставить. И скорую помощь тоже тяжелобольных пациентов привозила. Но мне их девать некуда было бы. А здесь у меня прям стационар есть. Здесь их можно на лечение уложить в стационар. Так, ну вот у меня и наступила ночь. Ладно. Пропускаю до интересного момента. А вот и первая проблема. Пациент не может быть полностью вылечен. С ним очень сложно все. Так. Антибиотики ВВ. Почему я не могу антибиотики ВВ? Недоступно. Недоступная госпитализация требуется для лечения. Требующаяся для лечения. Проверьте свободные кровати или попытайтесь госпитализировать с большим приоритетом. Если я вот так вот сделаю. Смогу ли я? Да, могу. Надеюсь, теперь мы тебя вылечим. Подождем. Завершены процедуры, да? А что дальше-то? Домой я по-прежнему его не могу отправить. Пускай будет на усмотрение врача. Давайте его в ПИД госпитализируем. А дальше на усмотрение врача. Почему я его не могу выписать? Это первая проблема. Возникла у меня уже сразу же на второй день. А вот мой первый пациент на скорую помощь сейчас приедет. А с ним будут проблемы. Потом, это второй день, на десятый день 9 пациентов будет на скорой помощи привезено. Это будет сложновато. О, пациент неверно диагностируем. МРТ пускай проходит. Я за ним лично прослежу. Пациент неверно диагностируем. А вот его как раз-таки и привезли. Давайте фаст сделаем. Это что такое? быстро оценка понятно потом секальная диагностика вот за ним я послежу пожалуй вот он у нас лежит разрыв печени у него так нужно провести госпитализацию и назначить лечение все я могу ему назначить лечение теперь и думаю мы с ним справимся так он поднимается на лифте все его забирают в операционную везут это он у нас на скорой помощи приехал и мы проводим операцию все операция прошла то мы успешны что это такое напряжение мышц напряжение мышц так и не спала но он вылечится или как я вот не знаю хотя ж в критическом состоянии вы чего ребята уже скончался вот и первый косяк пошел мы его прооперировали а он сорона умер да вот и первая попорченная статистика вот я и говорю то что в отделении общей хирургии будут проблемы связаны именно с тяжелобальными пациентами которых приводит скоро помощь и опять нам привезет такого пациента и скорее всего мы сейчас проиграем я хочу продать все машины скорой помощи что я сделал с машины скорой помощи сейчас кончался но я помню то что он скончался так хорошо тут кстати по-другому как-то можно отключить скорой помощь ясно специально чтобы я короче понял чем прикол они специально нам не дают возможности отключить чтобы было сложнее играть что мне делать с половинкой этой скорой помощи так вот концу подходит уже второй день в принципе мы пока что справляемся не знаю что будет на следующие дни но первые пять дней это были легкие а вот дальше последующие шестой седьмой восьмой девятый и десятый соответственно будут с каждым днем все тяжелее и тяжелее и возможно мы даже справляться не сможем к сожалению я машину скорой помощи убрать не могу отключить потому что если бы я их отключил это было бы намного легче мне в машину скорой помощи не провозили бы больных пациентов так же как в прошлом сценарии в прошлом испытании точнее ну ладно в принципе я думаю мы продержимся кое как 40 сколько пациентов будет к нам приходить 45 пациентов к нам сегодня должно прийти это много так и вот снова новая проблема пациент не может быть полностью вылечен давайте разберемся почему что ему нужны ударная волновая ли то ли тот репсия давайте приведем его пин и и смотрим мы его в пин перевели все мы можем его лечить надеюсь он не помрет как вашу пациент мы блин операцию провели а он умер после операции мочекаменная болезнь него так ну все я думаю тебя можно выписывать потом были до сколько-то дней у нас будешь в палате лежать наблюдение очень интересно наблюдается пациентом нашим сейчас посмотрим сколько он там проведет у нас взяласьте образца мочи это те обследование которого не прошел опять что лет пошел а выписывать его когда можно будет вот это вот интересно так вот к нему приходила медсестра что-то посмотрела но ничего не произошло так он опять в туалет идет ну ладно что-то за ним не интересно наблюдать а вот его переводят куда-то так это проверяет ясну но у нас теперь под наблюдением лежит пока других проблем не возникало ооо блин скоро помощь уехала значит сейчас тяжелобольного пациента привезет опять вот с ними у меня проблемы могут возникнуть они могут помереть и это скажется негативно на статистике ну пациенты которые сами разрыв почки елки-палки сколько у нас тут сейчас мы за ним проверим так его забирают но рядом с нашим предыдущим пациентом положили так а у нас кстати второй день почти прошел так с ним поговорили вот как прошлый раз кстати вот с этим мужиком тоже также говорили после операции в критическом состоянии я знаю то что он в критическом состоянии я не знаю почему ему операцию не проводит переливание крови ему нужно срочно лечите леном у вас умрет ведь ну-ка куда вы повезли у нас в критическом состоянии или как елки-палки вы им операцию не сделали просрочили сроки без ожидания он у нас скорее всего умрет сейчас кто-нибудь заберите его я я заставил вас операцию делать о ну-ка его спрашивают моего только что проверяли кто-нибудь заберите его на операционный стол я ему операцию назначен он без операции умрет блин какие вы какие у меня люди работают ему срочно нужна операцию все ходят ходят и не могут его отвезти на операционный стол и я суть по сути не могу я могу назначить ему только лечение и там подобное а сам лично не могу перед тележку вот так подвести положите увезти в операционный и в приоритете его я не могу поставить чтобы его прям срочно оперировали у нас у нас критическом состоянии потому что ему нужна операция вы чего творите то вы что он скорее всего у нас помрет из-за плохих врачей которые взяли увезли его куда-то положили и все ну-ка тоже критическое состояние ну-ка как вы принимаете врачей хирургия хорошо сейчас ему должны операцию делать у нас операционно что ли заняты где у нас операционные находится на втором этаже где у нас операционные находится а вот здесь почему у нас чем в ночной смене не хватает хирургов у нас ночной смене не хватает людей похоже да ёлки-палки ассистента мне нужен основной хирург срочно надбираем людей так медсестры нам нужны медсестры есть медсестр-анестезиолог нет медсестр-анестезиолог не может быть любую медсестру берем так срочно нанимаем врачей так у нас кто анестезиолог ассистент хирург ассистент вот он будет а блин Нам на ночную смену нужен анестезиолог один. Пускай это будет вот она. А теперь срочно делайте операцию этим людям двоим. Срочно делайте операцию. День четвертый уже. Почему вы не хотите ему операцию делать? О, все, повезли его операцию делать. Оказывается, у меня просто хирургов не было необходимых для операции. А как насчет другого пациента? С разрывом селезенки, который тоже ждет. О, этого пациента выписали что ли? Куда вы его повезли-то? О, круто, его домой отпустили. Мы его вылечили. Так, у меня осталось два пациента. Так, ну это его только что привезли сюда. Так, значит, смотрите. Скорая помощь. Преливание крови. Окей. Сложный диагноз. Блин. Сейчас. Какой сложный диагноз? Ну вот смотри, ты не можешь... Ой, сколько тут всего? Смотри, можно МРТ провести, рентген сделать, КТ, СРБ. Вот все подряд проведи. Тормология. Взятие образца мочей. Так, а я вернусь к тяжелобольному пациенту. Это он у нас, да? Она? Да, вот ее только что привезли. А ее госпитализировать разве нельзя? Окей. Пускай врачи лучше разбираются. А, надо диагноз поставить. Все, ясно. Давай сразу. И вот так вот. Татья, а как у нас там обстоят дела с другими моими пациентами? С разрывом селезенки. Ему до сих пор не сделали операцию? Сложный диагноз. Блин, это же риносинусит, вы че? Вирус... А, то есть вирус он теносилит или бактериальный теносилит. Кровь, пробы, риноскопия. И все, наверное. Я вот хочу... Селезенкой вот посмотреть. Пациент неверно диагностирован. Рентген сделай. Где тут наш пациент с разрывом селезенки? Так, это не он. Я хочу посмотреть, что они... О, наконец-то. Наконец-то они его отвезли. На операционный стол. Он лежал около двух дней. Хорошо. Дальше с тобой врач уже разберется. Я занят... Тяжелобольными пациентами. Блин, вот с тобой сложнее. Давай вот так вот все обследования проведем. А потом необходимый диагноз поставим. Потому что больше я ничего не могу сделать. Скоро помощь опять везет кого-то. Опять нам проблем не привезли. Ну да, я само собой... Ой-ой-ой, это... Это другое у нас. Пациент под наблюдением в критическом состоянии. Разрыв селезенки. Блин, он скорее всего у нас помрет. Давайте его... В более... Высокую... Палату переведем. Так вот, все, отлично. С тобой врач разберется. У меня сейчас более важные... Важные дела. Где тут с разрывом селезенки? Так, это не он. Мочекаменная болезнь. Где у меня пациент с разрывом селезенки? Вы чего? Куда он пропал? Под опекой? Ну ладно, я думаю, я вот в таком же духе буду дальше справляться. И мне нужно продержаться еще 6 дней. Это много. Так, вроде бы как-то пережили. Там очень много пациентов ушло. 3... В общем-то я где-то, наверное, 4 или 5 пациентов не вылечил. По разным причинам. Например, пациент клиники вот-вот уйдет. И что я с ним сделаю? Вот пускай сдаст нам... Не хочешь уходить? Вот сдай нам, короче, анализы все. Долгое ожидание кровати. Блин, а что я сделаю? Разрыв печени. Давай его впит. И сюда сразу, срочно, блин. Ты уходи, блин, падла. Статистику все начали портить мне. Все, скорее всего, я начинаю проигрывать. А это только пятый день, наверное. Или шестой. Это шестой день только. Скорее всего, я проиграю. В критическом состоянии. Почему вы его не делаете операции ему, а? Где он у нас вообще? Везут его, наконец-то. Срочно его на операцию. Блин, 50% только в вылечных пациентах. Это мало. Я провалю. Долгое ожидание кровати. А, я думаю, это за 90... То есть, за 10 дней надо 90% набрать. Как минимум. Блин, надеюсь, я справлюсь. У меня денег нет построить новые палаты. Новые операционные. Я знаю то, что он... Вы ему опять операцию просрочили. Пациент скончался. Ну, ясно. Такие вот тупые врачи у меня работают в больнице. Я, блин, операцию назначил. Они где-то непонятно где ходят и просрочили операцию. Отлично. Вы не знаете, что такое приоритет? Дурацкий искусственный интеллект. Надо больше медсестры не мать. Иначе я так проиграю. Так, вылеченных пациентов. Блин, это очень сложно. Давайте врачей побольше. Хирургов, например, побольше. Не понял. Так, все, ясно. Хирургов у нас больше. Так, свободные места есть. В палатах. Так, больше медсестр. Надо больше медсестр. Мне кажется, медсестр не успевает просто возить пациентов. Так, смотрим. Скорее всего, я проиграю. Уже проиграю, скорее всего. Ну, а я узнаю это только на 10-й день. Так, в общем-то, у меня пациенты собираются уходить, поэтому, мне кажется, нужно кабинеты врачей строить. Так, у меня же есть приемные, да? Неотложные помощи. Надо побольше кабинетов этих построить. Потому что у меня, блин, пациенты начинают убегать. Так, слишком долгое обследование, типа. Скорее всего, народа просто очень много, и мои врачи не справляются с потоком пациентов. Так что надо на количество сейчас работать, а не на качество. Так, давайте вот так вот. Заведущий. Вот ты у нас будешь. Поехали. Так, в общем-то, у меня, похоже, не хватает палат. Поэтому придется строить новый этаж. Так, значит, будем строить. В основном мне надо строить палаты. Так, значит, в общую хирургию. Давайте пин построим. Так, надо больше пин. Так, строим пин. Так, отличную палату пин построили. Еще давайте пин. Две штуки. Палата пин, две штуки построены. Теперь обычная палата. Почему я не могу поставить ее, а? Так, обычная палата. Блин, с этим будут проблемы. Ладно, поменьше, обычную палату поменьше поставим. Так. Ммм, странно. Не вмещается, ладно. Побольше надо других палат построить. Так. Пит нужно построить. Вот. У меня там пишет слишком долгое ожидание. Пациенты. Ну, ясно. Денег не хватает. Все. Денег мне не хватает. Деньги закончились. Надеюсь, я все-таки это дурацкое испытание выполню. О, уровень сотрудника повышен. Окей. Надеюсь, вы намного лучше будете лечить пациентов. А то сейчас у меня уже проблемы создаются. Долгое ожидание кровати. Вот видите? Я вам целую кучу различных кроватей поставил. Почему долгое ожидание кровати? Вы что, сумасшедшие, что ли? УЗИ. Пациент не может быть полностью вылечен. Но почему вы мне все такие проблемы создаете? Гепатит B. Интерферон альфа 2B. И куда мне его надо госпитализировать? Кабинет. Кабинет общей диагностики в отделении общей хирургии. Кабинет общей диагностики. Я его построить не могу, дружище. Очень жаль. Я тебя... Заболел, блин, ты гепатитом B. Я проиграл это испытание. Невозможно это испытание выполнить. Да я знаю то, что он не может быть вылечен. У меня денег не хватает и кредит я не могу взять. Тупизм. Почему я не могу взять кредит? Вы что? Вон меня перекрыли. Кредиты. Сволочи. Вали. Домой. Да, я знаю. Долгое ожидание кровати. Я целую кучу кроватей вам поставил. Я целую кучу вам кроватей поставил. Почему? Ты еще что? Ой, блин. Давай хотя бы обследование проведем. Уйдет вот-вот. Что не так? Почему вы целую кучу проблем вы создаете на ровном месте? Уйдет она. Лечение что ли? Жди очереди. Хотя почему кабинет врача свободен? Вы что сюда не ходите что ли? Это кабинет врача не принимает? Или как? Сейчас ночная загруженность пусто. Почему ты не идешь к этому врачу, например? Потому что тебе охота поныть? Пожаловаться, да? Вот, меня не принимают. Смотри, сколько свободных кабинетов. Заходи, пожалуйста. А ты будешь сидеть и до последнего. Меня вот не хотят принимать. Написывал вчера вечером сотрудник. Блин. Да все, я проиграл, скорее всего. Итак, день десятый, час ночи. И мне осталось продержаться всего лишь один день. Я, кстати, один раз провалил уже задание. И... Так. Слишком долго ожидание лечения. Блин, я не знаю, почему слишком долго. Слишком долго ожидание лечения. Ну, блин. Да тебе совершенно другое надо. Кто-то ему отправляет данного пациента на обычную хирургию. А ему нужна лапароскопическая хирургия. Кто-то ему назначает неправильное лечение. Ладно. Долгое ожидание. Блин. Вот тоже долгое ожидание. Ладно. Я думаю, вот так вот, если переназначать лечение, то, возможно, они еще пролежат у меня в больнице. И... Так. А я что сделаю? Что для этого нужно? Опять не та хирургия мне нужна. Он под моим контролем. Все, никто не назначает ему другие диагнозы. Опять. Долгое ожидание лечения. Самое главное, чтобы они не сбежали. Вот это самое главное. Что ему нужно? Блин. Давайте мы его... В ПИД. Отправим в ПИД. И, возможно, потом... Они его вылечит. То есть, очередь изменится. Блин. В критическом состоянии, ПЦ. Блин, а я что сделал? Ну, давайте, короче, сами разбирайтесь с этим ПЦ. ПЦ. ПЦ скончался. Вот и первый минус. Он, блин, лежит, и никто к нему не подходит. И я не знаю, что сделать. Так, а он ждет операции. И все, его сейчас уводят на операцию вроде. Нет, его госпитализировали в ПИД всего лишь-то. А он должен в хирургии пройти, и операцию должны ему сделать. А почему-то никто не хочет ему делать операцию. Да что это такое, а? Почему у меня такие все... Ну, почему у меня все врачи так наплевательски относятся к пациентам? Просто привезли сюда его и бросили, и не хотят забирать, лечить. Этот до сих пор, блин, ждет лечения. Этому операцию до сих пор не сделали. Он у меня уже где-то дня два лежит. Долго же в Дане кровати. Ну, значит, вот так вот пойдешь. Ну, езжай в ПИД, и что там надо, чтобы... Диалис. Ну, делай диалис. Мне сейчас самое главное продержаться день, чтобы у меня пациенты не сбежали. То есть, хоть любыми способами их удержать. То есть, переводить в другие палаты, какие-нибудь лечения делать. Чтобы самое главное, чтобы он домой не ушел. Пациент. Прям чуть-чуть осталось. 16 часов. Здесь точно быть. Если быть точнее. Так, пациент в клинике вот-вот уйдет. Уйдет. Вот. Блин. И где же он у нас? Давайте поставим ему какой-нибудь легкий диагноз. Камни в почках нет. Ну, давайте вот эту болезнь поставим. И он потом в госпитализацию пройдет. Пройдет. Блин, вот-вот уйдет. А, так... Ты можешь домой идти, кстати. А, и так, остаются уже считанные часы. А точнее, 4. Так, долго ожидаем кровати. Так, осталось 4 часа нам продержаться. Так, ну давайте мы тебя в другое... Так, в другое отделение отправим. И самое главное, вот сейчас просто... Так, диализ. А, ему уже назначено вроде диализ. Подождите, ему уже вроде диализ нужен или нет? Да, ему диализ нужен. А где диализ-то? А вот же он. Так, вот все, назначил диализ. Теперь самое главное. Если не хватает палат или не можем вылечить пациента, это самое главное, чтобы отправить его в какой-нибудь стационар, положь на какую-нибудь другую кровать. Самое главное, чтобы с ним какие-нибудь действия делали, чтобы он не ушел. Так, ладно, надеюсь. Мы продержимся. Осталось-то всего лишь 3 часа. Эх, и уж эти планы. Поставили тут планы. Вот, пациент неверно диагностирован. Ну и ладно. Блин, разрыв селезен... А, ушиб селезенки. Ну ладно. Разберитесь с ними сами. А, его в КНТ госпитализируют. Слишком долгое ожидание. Ладно, давайте ускорим время. Долгое ожидание кровати. Блин, 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 блин. Окей. Ну, надеюсь, мне пациент в критическом состоянии. Эх, я даже не знаю. Ну давайте мы назначим всякую-то вам. Так. О, все, вот те диагности. И дальше разбирайтесь сами. Диагнозы мы правильно поставили. То есть ей. Ну, он, это же пациент. Пациент, он же. Все, правильно я говорю. Так, перд ей надо назначить. Клиники вот-вот уйдет. Блин, с тобой все не очень хорошо. Кстати, вот, вот. Последний день я уже делал так, чтобы пациенты не уходили. Вон, что ли у нас тут. Он тут у нас ждет какое-то обследование. Давайте мы ему поставим какой-нибудь диагноз. Дуденит. Так, самое главное ему поставить диагноз так, чтобы он мог идти домой. Пускай это будет ушиб печени. А дальше уже завтра он придет с неправильным диагнозом. Это уже завтра. Будет. Отлично, все. Поздравляем. Теперь вы стали мастер общей хирургии. Так, получено достижение. Мастер общей хирургии. А, ну и все. Да, все. Нет, уже не важно. Да, можете уходить. Так, в принципе, я продержался кое-как эти 10 дней. Испытание выполнил. Так, скорее всего, следующие испытания будут еще более сложные, чем предыдущие. И так же, чем вот данное испытание. Все, блин, видите, как его... Как их называть-то? А, план. Вот. План просто какой-то стоит. Вот, например, в прошлый раз план на прием пациентов в день был. А, нет, это не испытание было. Это компания была. Ну ладно, там нужно было выполнить план. Здесь тоже своего рода тоже план надо выполнять. 90% вылеченных пациентов. Но при этом мне дали очень мало денег для того, чтобы построить новое отделение. А ко мне приходят пациенты, которых мы не можем у нас вылечить. У нас недостаточно оборудования, нет нужного оборудования, нет нужных палат. То есть, нам палат не хватает. Но построить все это я не могу, потому что мне дали мало денег. Также я не могу взять кредит, потому что, видишь ли, именно во время испытаний я не могу кредит брать. И как мне вот с этим быть, не знаю. Я уж кое-как продержался. Я уж специально ставил пациентам неправильные диагнозы, если мы не могли их вылечить. Просто, чтобы мы его могли домой отпустить, чтобы статистику не портил. Это уже под конец было. И я уже, как бы сказать, провалил испытания, и мне пришлось заново начать. Благо было сохранение. Не зря же я сохранялся на каждый день. Я просто начал сохранение и более-менее как-то исправил данную ситуацию. И вот кое-как дожил до десятого дня. Ну и в принципе, ладно, на этом я закончу. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова